Ну что, всем привет! Привет! С вами Тесама из Брянска. Ну вот мы и приехали домой. У нас, видите, за плечами находится пасека, а это значит, что у нас начинается отпуск весенний полевой. Пока погода нас встретила не очень жаркая, надеемся, что еще будут солнечные дни. Обязательно смотрите и подписывайтесь. Ставьте лайки и пишите комментарии. Ну что, всем привет! Привет! С вами Тесама из Брянска. Наступила весна, и мы отправились в отпуск домой. Алиса, мы завтра домой. Ваш будильник на 2 часа ночи завела. Алиса, спокойной ночи. Ярких снов. Ну что, мы собрались. И сейчас отправляемся домой. Мы как настоящие дачники с рассадой. И с радикюлем. Домой! Все, погнали! Остановились с Настеной, пересели. Настену сажаем за руль. Проехали не так много, километров 300. Ну что-то прям какая-то усталость уже. Но уже рассвет, это хорошо. В общем, поехали дальше. Как всегда, по дороге мы заметили, как хороша дорога платная в Псковской области. Ну что, приехали на нашу заправку? Устали? Сегодня не хочется ни кофе, ничего. Купили мороженое. В общем, сейчас заправились, немножко постоим. Потому что ехали сейчас сложно. Тут каждый раз, как едем, все время это платная дорога в Пскове. Это просто ужас какой-то, все хуже и хуже. В общем, вариантов никаких нет, приходится по ней ехать. Сейчас вот заправились, перекусим мороженое, походим и поедем дальше. Каждый раз, когда мы едем домой, мы стараемся сделать сюрприз. Но в последнее время это плохо получается, потому что нас и так раньше ждут дома. Родители вычисляют нас заранее и все понимают, когда мы едем. В следующий раз сюрприз это будет приехать вовремя. Давай, нас никто не встречает, а мы никому не сказали. Непонятно вообще, есть кто-то дома или нет. Так, окна открыты. Так это не показатели, они могут быть на праве тренировки. На, держи. Пойдем, сходим на огород, посмотрим. Есть кто-то дома? Нет. Здрасте. А вы не удивлены, как будто ждали нас сегодня. Думаю, что приедут. Что так и будет, да? Питер, Питер, Питер. Питер, ага. Привет. Здравствуйте. Привет. Питер, оказывается, первым. Здравствуйте. Ох, полиганы. На следующее утро мы с отцом отправились на поселок. Погнали? Да. Заводится с полтыка. Да. Приехали с отцом проведать родину. Сейчас тут посмотрим. Все еще больше заросло. Но вот так лес наступает на когда-то большую деревню. Конечно, каждый раз дела там становятся все хуже и хуже. Но всегда приятно посмотреть на родной дом. Следующий день был праздничный. И мы отправились снова в небольшое путешествие, чтобы посмотреть охотничью заводь. Это красивое и живописное место. Правда, тот день был паспортный. Так, второй день нашего пребывания в деревне. Сегодня вроде как Пасха, делать ничего нельзя. Решили с отцом прокатиться, посмотреть на разлив реки. В общем, как там будет сейчас обстановка. Продолжение следует... Пап, где мы сейчас находимся, скажи. Бывший синий мост. Стала дамба. А что он вообще был синий-то? Я этого не знаю. Ему сколько лет. Биографию этого моста не знаю. Но его сделали где-то, наверное, в 65-м, 67-м году переделали его. Но не сделали съезды. Ни на ту сторону, ни на эту. И он стоял, наверное, так лет 20, может 30. Ничего себе. Потом мы его немного подделали. Положили здесь весы. Съезды сделали. Ну, потом опять все это прозворовали, проскрали. И эти наши охотоведы сделали его дамбу. А с какой целью вообще эти охотоведы тут построили? Наверное, какие-то деньги им отпустили. Вот решили показать, что это мы трошки имеем возможность такую гамбу сделать. Ну, охотники, потому что сами ездят, охотятся. А места на Новогодье эти хорошие. Вот мы у детства ходили от поселка, начинали. Вот тут-то, вот отсюда доходили сетками, с закидухами. Рыбу ловили. Ну, когда с Настей в прошлом году приезжали сюда на велосипедах, этот уровень, конечно... Меньше был. Да. Видишь, дожди идут. Я говорю, 2-2 недели. После снега тут намного было меньше воды. Продолжение следует... На следующий день мы поехали в Брянск, оставили машину на обслуживание, а на обратном пути заехали в Мираторг, поели бургеров. Третий день нашего пребывания в деревне, и мы сейчас уже практически приехали в славный город Брянск. Как всегда, мы отправляем нашу Ольгу Викторовну в ремонт. Погода пока не радует. То были дожди, то прохладно. Сегодня вроде как должна была быть солнечно, но пока солнышка нет. На обратном пути Настена жаждет заехать в Мираторг и купить бургеры. Только ради этого поехала. Для вас прошла буквально секунда, а мы уже сменили машину. Нам дали, так сказать, подменную. И сейчас мы отправляемся с Настеной перекусить вкусных бургеров от Мираторг. Хотелось бы, чтобы это была реклама, но, к сожалению, нам не платят. Все одно добровольное к началу. Да. Едем. Настя, что ты хочешь есть? Ну, я выбираю. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, барбекю и чемпион? В зале с собой. В зале. Настя, ну что, сделали заказ? Да. Сейчас будем есть. Возле окошка сядем? Где хочешь? Давай возле окошка, пойдем я тебя занимаюсь. Это мой? Непонятно, где какой. Ну что, нам вкусного аппетита, приятного аппетита. Сейчас будем вкусно есть. Перекусили? Настен, давай. Скажи, как тебе было вкусненько? У меня был, значит, бургер барбекю, у тебя был чемпион. Чемпион вкусный. Да, я тоже попробовал, сочный. Ну, а мы отправляемся, в принципе, сейчас домой. Наши все дела сделаны. Мы здесь еще в супермаркете купили кое-что для шашлычков. Предстоит шашлычки у нас на днях. А сейчас поедем домой. Ну все, полетели. Мы перекусили, набрали сил и отправились домой. А вечером отец устроил нам экскурсию на старую школу. Это место, где находилась наша старая титовская восьмилетняя школа. Ее строил мой дедушка Малах, а затем учились мои родители. Так, мы сейчас отправляемся на старую школу. Сейчас будешь нам обзорную экскурсию по этому месту. Пока что там узнать. Так в каком году была построена школа? Я забыл, о каком вы говорили. Ну, школа была построена, потому что советской властью есть данный указ, чтобы реквидировать безграмотность на деревне. Поэтому начали повсеместно их строить. Как раз был 28-й, по-моему, год или 27-й. Ну, это не только по деревням, но и по городам уже было. Не, ну, понятно, чтобы повысить, потому что там было порядка, по-моему, 20% такой грамотности. От здания практически ничего не осталось. Даже на фотографиях нет общего фасада. Отец пытался нам, конечно, показать, где что находится, но в этих зарослях уже сложно что-то разобрать. Единственное помещение, которое сохранилось, это здание, в котором были мастерские, буфет и библиотека. Это в мастерскую был вход. Это была мастерская. Это была библиотека. Вот в этом угле был бухвет. Вот хотел спросить, вот про библиотеку и буфет, я помню, что ты... Вот, вот такое было. Вот так было. Это бухвет. Вот этот квадрат? Да, вот. С окном? Да. А остальное это была библиотека. Тоже такие небольшие все эти. Ну, мастерская ведь большая была. Ну, мастерская, да. А это что за? Ну, я говорю, кино ставили. А, правильно. И он на той стенке вешали экран, и мы глядели Миклуха Маклай и Папуасова. Вот. Стояли столы. И здесь был этот шоу-фильм, да? Да, вот отсюда он показывал. Там на стене экран висел. Ну, Украина, ты представляешь? Такого? Маленькая передвижка такая. Да нет, такого уже... Такого ты не захватил. Правда, звук там трясет, пищит. Но все равно все сидим, глядим. А много народу набивалось? Так это по программе. А, по программе? У нас человек 22-23. В общем, мы прогулялись, достаточно интересная экскурсия получилась. Через несколько дней потеплело, погода начала налаживаться, и мы приступили к огородным делам. Первый огород, который нас ждал, это были мамины гряды. Мы их вскопали вдвоем с Мишей, как и в прошлом году. Настена, куда это ты нас привела? Ну что, начинаются огородные дела? Уже неделю дома, но сегодня первый день, когда у нас начинаются огородные дела, как Настена сказала. Как и в прошлом году, нам предстоит скопать небольшой участочек. Настена, сколько часов нам потребовалось в прошлый раз? Три или четыре. Сдадим норму в два раза быстрее? Нет, нам некуда спешить. Ладно, солнце еще высоко, так что мы приступаем. Копаем два часа. Все идет по плану. План у нас один, докопать огород до конца. Ну, походу, за четыре часа мы не управимся. Еще больше половины. Казалось, что в прошлый раз было чуть побольше, но как-то идет немножко сложнее. Не зря нам сказали, что земля еще сыровата. В общем, продолжаем копать. Уже устали. Это было сложно. Зато красиво. Этой весной достаточно много было поездок на мотоблоки. Одна из следующих была наша поездка в Кристелево. Эта деревня – родина моей бабушки Ксении. Раньше это было большое поселение, а сейчас в нем осталось где-то с десяток домов. Редактор субтитров А.Семкин все поездок на мотоблоке, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова по приезду мы с отцом зашли в дом где жили наши родственники конечно от него то мало что осталось но мы прогулялись вот помню здесь возле стенки стояла этот даст я там сидел не семечками ваще вот тут 7 и лотки тоже он разобрали металл вытянули сколько раз грабили постоянно через окно обычно тут сахар мука всякая ерунда интересно это тот они да вот эти кто приходили полы ломали они вообще были было им страшно что кто-то придет а сейчас вы увидите целый комплекс подготовительных работ перед посадкой огорода а и 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 в и на следующее утро мы приступили к посадке ну что наступил этот день этот час когда старый знакомый наш прошлогодние Начала работу. В общем, нам нужно посадить этот участок. Приступим. Ну что, у нас тут весь из полей. Идет посадка полным ходом. Анастасия, у нас трактор. Настен, ты хоть гуди. Я силы экономлю. Тяжелая бандурина? Ага. У нас тут какая-то заминка непонятная. Но мы здесь не командуем, поэтому... Что скажешь, то и делаем. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Участвовал в посадке картофеля при помощи трактора. Если возле дома нам понадобилось около трех часов работы, то на тракторе это было всего лишь 20 минут. Я даже не успел ничего подснять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так и закончился наш отпуск. Быстро он пролетел. Если вы давно нас смотрите, то, наверное, в предыдущих роликах видели, что мы, когда выезжаем из дома, мы встречаем поезд на переезде. В этот раз мы его не встретили, и, как оказалось, это плохая примета. Хотя, может, мы надумываем. На полпути Настена села за руль, а через час произошло следующее. Ну что, ехали-ехали, приехали. Показывай свою работу. Короче, я съехала в обочину, и у нас пробилось колесо. Да? Оно пробилось? Пока неизвестно. Надо снять, посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Благодаря местным жителям нашли шайбы. Я, честно говоря, не помню, насколько там, что там длина. По-моему, немножко больше, чем нужно. Но вроде все установили. Сейчас подзатянул колеса, и все загружаем, и поедем. В общем, будем смотреть, либо какой-то сервис по дороге найдем, чтобы, может быть, не сервис, а болты купить покороче. Но я не уверен. Надеюсь, сейчас Лехе позвоним. С Новым Рождением. Все сделали идеально, вот тебе. Сегодня просто день какой-то катастрофы. Мы сейчас стоим в пробке в ремонте дороги. И что у нас произошло? Мы у нас врезались. Мы просто стояли, никого не трогали. Ну, там авария такая, по мелочи. Всего лишь девочка не оттормозилась. Погнула себе номер. Да, но тоже как бы неприятно. Хорошо, что это. Фаркоп нас спас. А то бы мы могли сейчас тут постоять еще несколько часов. Вот такой отпуск получился. Ехали помогать, по-другому никак. Спасибо, что посмотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Все, всем пока. Сделайте серый колокольчик голубым. Или наоборот. В общем, подписывайтесь. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok